Итак, господа мои, господа мои или товарищи, мне больше слово «товарищи» нравится, потому что я из той оперы. Прожила очень хорошую юность, да, не очень хорошую, но большую часть отрочества и детства это было еще при Советском Союзе. Вот это была тема красивая. Мне говорят, почему не сейчас бы тебе хотелось так бы жить. Дело в чем заключается? В 91-м году я поступил в партию. В 91-м году. Ну и я не думал, что член обкома, а я бы стал членом обкома, имел бы что-то меньшее, чем сейчас, естественно. Дом, квартира, «Волга». Ну, супруге, естественно, машина была бы. Почему не «девятка»? Или «девяносто девятка» уже к тому моменту все уже начиналось и работало. Ну вот, собственно говоря, почему не «Волга», потому что «Волга» мне реально нравится, очень хорошая машина. Да, это, конечно, не была бы там «3102». Хотя «3102» мне и до сих пор нравится. Но «24», почему «31»? «3110» в топе. Ну, это тоже было неплохо. К сожалению, сейчас-то уже практически не производится. Ну да ладно. Почему за моей спиной компьютер висит, да? Почему за моей спиной висит компьютер? Потому что в 95% случаев, ну, скажем так, в 80% случаев у каждого из вас есть уже компьютер. Я говорю, вы понимаете, о чем идет речь. Вот. Почему я сейчас говорю, ну, скажем так, с некоторой частью обиды, да? Может, это не обида, может, это благость. Потому что рано или поздно все то, чем и занимается, закончится. По одной простой причине рано или поздно, уже достаточно скоро, будет электротяга. Вы, опять же, не верите, а зря. К слову о том, я вам сейчас немножко покажу, да, достаточный вариант. Я просто залез в Китайскую часть интернета, и вот, пожалуйста, как бы тебе сказать. Вот китайские очень высокоскоростные машины электрические стоят 12 или 20 тысяч долларов. Ну, это, конечно же, не Тесла, которая стоит в 5 раз дороже, но за 20 тысяч долларов вы сейчас можете ее купить. Никаких проблем. Вот, личный вариант. К слову о том, что вы можете себе недорогую машину купить, ну, в пределах 2100 долларов. Это только Китай? Это только Китай. Я даже не представляю, сколько там машин. Есть электрические для детей, есть и взрослые, серьезные машины. Никаких проблем. Вот, пожалуйста, ну, как бы вам сказать, как бы вам сказать. Все, приехали. К слову о том, где электрические машины запускаются. Да, 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 они запускаются, естественно, везде и всюду. Вот. А где эти электрические машины проверяются? Это мне сейчас все будут говорить. Леха, оно же не у нас, оно же не у нас, мы же не сможем ездить на электротяге. Вот. А для этого, для этого я вам предоставил глобус. Знаете, да, что такое глобус? Ну, вы же в школе учались, да, знаете, что такое глобус, да? К слову о том, что вот здесь, а вот здесь вот, вот здесь вот глобус вот так развернут. Да, 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 да. Для них южная часть вот это, идеал вариант. А у нас все немножко по-другому. Итак, где основное количество народа-то живет? Да, тропики, субтропики, экватор. Да, да, да. А вот здесь и чуть-чуть вот здесь, вот, и чуть-чуть вот здесь, и вот здесь, вот, 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 вот здесь, да, проживает примерное количество, 130 миллионов человек. Ну, примерно, да. Ну, будем говорить, что примерно там из разряда всего населения Земли в этих условиях проживает примерно 250, ну, 300 миллионов человек. Из 9 миллиардов это как-то, ну, совсем маловато. Маловато, да. Все остальное там, где вкуснее. Так вот, а чтобы вы реально поняли, да, то есть вот так, ну, мы где-то здесь живем вот здесь, вот получается, да? Челябинск чуть-чуть южнее вот здесь, да? А где электромашинки работают? Они работают вот здесь, такое место, знаете, красивое и очень холодное, реально холодное место. И с самой северной точки Гренландии, данская территория, да, 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 до северного полюса, вот, если север брать вот отсюда и вот досюда, да, ну, 500, может быть, 400 километров. Ну, такая неплохая сторона Дания. И, естественно, на Гренландии сделан очень хороший, очень замерзающий, да, 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 тестодром. И все машины, от которых здесь делаются, везде, их проверяют по вольтажу здесь на Гренландии. Ну, да ладно, понятно, да? То есть, немножко доехали, окей. Что касаемо дальнейших вещей, да, мы же говорим про запасные части, да? Ура, свой английский язык. А, вы же не знаете английский язык, это я. Благо, если английский язык знаю, когда мне сейчас говорят, что кто-то купил машину за 6 миллионов рублей на бензине, я начинаю над ним смеяться. Вам сложно, что ли, купить себе Теслу, в конце концов? Ну, она из той же оперы, вот, и это будет интереснее. А, как заряжается, да, 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 да. О, я, 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 как же мы будем заряжать? М-м-м, да как, как, как вам заряжать? Розеточка, знаете, что такое? Обыкновенная розетка. Вставляете, заряжаете. А-а-а, почему они быстро заряжаются? Вах! А, сварочный аппарат делает из розетки, сколько там, много киловольт, понимаете? Сварочный аппарат ставьте и заряжайте на него быстрее. Не сложно, поверьте мне, вообще никаких проблем нет. Да, и тогда он не будет там заряжаться бешеное количество времени. Ну, какая, собственно, какая разница, приехал, машина поставит заряжаться, пускай заряжается. То есть я вам показывал те машины в природе, да, которые, в принципе, красота. Вот. Теперь про запасные части. Есть такая штука, переводчик, да? Ну, к слову о том, что я немножко знаю больше английский язык и кое-что я знаю по-другому, то есть я заложу вот сюда, допустим, просто посмотрел, да, мне нужна, что не нужно. Ну, последняя часть, мне сейчас нужна катушка зажигания достаточно быстрая. Вот она, цена. Вот она цена этой катушки зажигания. 2800 рублей. 4. 4 плюс доставочка. То есть 2800, да? Вот. То есть общая цена. Мне сказали, ты можешь купить отечественную катушку зажигания. То есть 2 штуки надо выкупать. Одна штука стоит 1500 рублей. На Волгу. Те же дела примерно. Только здесь ничего делать не надо, просто поставил, она работает. Ясно? То есть полторы до полторы сколько? 3 рубля получается, да? Прикольно. Офигеть. Или это покупаешь. Ну, тут есть маленький нюансик. Чуть-чуть доставочка нас начинает напрягать. Потому что доставка идет с Америки. Это очень проблема, естественно. Ну, тема не нашего разговора. Окей, хорошо. Раз мы знаем, что это такое. Я не буду говорить про шок-адсорберы. Это обыкновенные, как бы вам сказать, амортизаторы. Вы можете также спокойненько закрывать. Находим катушка зажигания. И вот началось. Где, что и как. Вперед из песни. Можно взять бэушную. Можно взять новую. Вообще никаких проблем. В следующий раз залезу на Алиэкспресс. Может там очень вкусно будет. Потому что, в принципе, я могу эту штуку купить и бэушную, и новую. И зачем я куда-то буду ходить, а? Что, этого нет у вас дома? Да это дома есть у вас. Кусите в свои мозги. Кусите в свои мозги. Мы реально сэкономим деньги. И в итоге, в итоге, оказывается, что, беря все из дома через интернет, а зачем куда-то ходить? Все же туда и идет. Это к слову о том, что никто не хочет со мной сотрудничать. А это очень-очень плохо. Да-да-да, очень скоро я вам покороню другую ситуацию я сейчас сделаю. Да-да-да. И в какой-то определенный момент программа «Автостоп» перейдет из разряда про автомобили к процедуре восстановления автомобилей. Так как я как-то из 75 тысяч рублей, которые мне заплатили за 99-ю машину, при этом не дав еще тысячу рублей на квартиру, это была очень проблематичная штука. Тысяча долларов, простите. Ну, то есть, получается, о чем идет речь. То есть, получается, машину я продал за 3 тысячи долларов по тем деньгам. А можно было тысячу долларов, и я бы, конечно, чуть-чуть раньше купил себе квартиру, а не чуть позже, естественно. Так вот, я из 75 тысяч долларов, восстановив машину, продал следующую машину по тому же курсу доллара примерно за 350 тысяч. Потом я также восстановил машину стоимостью чуть-чуть дороже, ну, там не сильно дороже было, все, в два раза дороже, даже меньше. И продал ее за 380 тысяч рублей. То есть, как бы, ну, я восстанавливаю машину, это мое правило. Правило и смысл жизни. Вот так вот. Продолжение следует...